Поучаствовать в учете косули не замерзнуть очень сложно. Дикое животное не любит гостей, а к любым посторонним звукам относится с опаской. Работники Даурского заповедника работают в единой связке. Заранее распределив роли, каждый занимает свою позицию. Шесть человек организуют так называемый загон. Задача остальных – успеть всех посчитать. Операция может затянуться не на один час, особенно если загонщикам мешают посторонние звуки. Будь то проезжающая машина или рубка дров. Косуля может испугаться и не выйти. Обычно за день успевают провести подсчет в пяти учетных кварталах. Квартал, километр на километр. Разбит у нас есть специальные квартала научные. И вот мы их прогоняем каждый год одни и те же. Это просто вышло на вас мало, потому что в другой крае еще вышло. Восемь голов. Почему так? Ну, бывает, что из-за ветра. Также мы подъезжали, видели, заготавливают дрова рядом. Может, из-за этого дым пошел. Может, машина где-то пошумела там, где вы находились. Или вы пошумели. Косуля очень аккуратная, осторожная животная. И любой звук ее пугает. Всего в Тосучейском заказнике 39 учетных кварталов, которые нужно пройти для выявления полной картины. Но все же метод прогона не такой действенный. Нам удалось увидеть всего трех косуль. А с другой стороны учетчики зафиксировали еще восемь особей. В дневное время у животных сончас. И бывает, за день можно не встретить ни одной косули. Зимний маршрутный учет в январе покажет более ясную картину. С выпадением глубокого снега косуля равномернее распределяется по территории заказника. Григорий Анипер, Евгений Нафигов, РТК, Забайкалье.